Извините, прервалась. Так вот, я продолжу. То есть, ребенок более охотнее шел на контакт со взрослыми, но, опять-таки, на вопросы он не отвечал. То есть, если что-то кто-то просил его показать, принести, это он не делал. Что еще с таких моментов? Ну, в принципе, вот как бы все. Проблем с едой. Да, у нас есть еще такая проблема. То есть, ребенок неохотно пробует что-то новое. То есть, он, в принципе, пищу есть сам. У нас была такая небольшая проблема. Он не хотел кушать ложкой. Но это было связано уже, как потом оказалось, только с тем, что мы сами просто из-за того, что переживали за ребенка, пытали сами его, то есть, кормить. И вот, когда мы уже убрали вот эту вот, как бы, физическую помощь, то есть, ребенок сам начал кушать ложкой, в принципе. И единственный момент, да, мы не едим супы и вот что-то новое, там, допустим, цитрусовым категорически не ест, там, вот, если какое-то что-то, он даже пускай это будет мороженое, там, конфеты, то, что дети охотно там идут. Вот его, если первый раз, что ты предлагаешь новое, это очень-очень сложно его заставить даже попробовать. Уже, конечно, если там ребенок попробовал, он, скорее всего, что потом будет дальше. Ну, если ему это понравилось, конечно. Но если не понравилось, то второй раз ты вообще никак его не заставишь это попробовать. Вот такой проблем всегда у нас, конечно, присутствует. Ну, как бы, вот, по таким признакам, ну и все, и вот в три года, когда уже начали пропадать слова, мы уже кинулись, пошли к врачам, когда уже речь все-таки не появилась, а начала, наоборот, как бы регрессия пошла в области в плане речи. То есть, мы пошли на исследование, то есть, пошли невролога, психиатра, психиатра, не знаю.